это у них третий выводок и самка собирается садиться на яйца ну сам убираем гнездо сегодня у нас какое число 28 августа осталось три дня на и все и уже 8 у нас со вчерашнего дня льет дождь здесь утром они вышли кушать я посмотрел там а три птенца один умер и один один тенец яйца только один даже вылупился при этом нет поэтому там а подрастут и мы их уберем родители уже вышли карелла так птенцов греет дня три-четыре и потом они не греют а если уже прохладно то просто птенцы замерзать и все здесь сейчас прохладно открыто окно потому что на улице дождей так тратить силы не будем пальцы надо взять молоток побольше идите отгибать не тратил и возьми молоток побольше все гнездо мы потом обработаем птенцов птенцов подрастут птенцов переселим парочка наверно будет так изжить в этом ну вот в этой клетке посмотрим может осень я их если разберусь кто из кто осень я их разделю сейчас я прикрою птенца вытащим скоро скоро буду убирать домики у волны будут дезинфицировать капитально все домики все 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 про про дезинфицирую очень мощным раствором побелю все что надо будет делать и запустим новую партию в нижних этих уберем вниз вот давайте посмотрим здесь блин маленькая она еще ну иди сюда моя красавица она кормленная ладно ладно не замерзнет покормят ее они в клетке потому что самочка будет заходить гнездо пока она не начала откладывать яйца самка тихо 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 пока самочки не начала повторную кладку четвертую кладку семцов выпустим и на этом все у них птицу мучить не надо но если ваша цель заработать как много больше денег и запороть птицу то конечно можно не убирать можно не убирать я не буду до 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 износа нестись они же вот попугая спрашивают несколько лет неслися нормально и раз ну там на третий-четвертый год продуктивность снижается или яйца не оплопились ну все организм износился что вы хотите они же не вечный все вот и у них ресурс там если вы нормально пользуетесь ну самцы например по лету всем наверное дают птицу самочки самочки чуть поменьше все давай ты куда ни забьешься ладно понаблюдаем посмотрим с родителями привыкли быстрее к клетке уберем посмотрим вот она девочка такая вот она шипит да как змея сюда заходишь шипят как птенцы как змеи чтобы их боялись вот они двое белых люфину вот это вот это походу будет самец наверное первый прям похож у него и щека такая это пятно такое мощное вторую я чуть-чуть второго не вижу если будут самцы хоть хорошо самцов мало так что убрали мы здесь все гнездо здесь ну лазить я не буду здесь вот три птенца в нижнем вот смотрите минералку вот эту минералку тоже они они вот они ну они не так как волна как внизу сгрызли ну они ее грызут здесь корелы здесь вот видите окно открыто я его еще вообще не закрываю корелы а где она вот она вот она тоже самочка последняя ну все они уже все едят все нормально это я их не объединяю те что внизу потому что я потом запутаюсь уже капитально сейчас посмотрим здесь две самки вот это вон у нас сидит перловая и вот это вот это природник я думаю это будет самочка процентов немножко посмотрим время покажет то есть что волна волна сейчас с тенцами надо будет полазить по гнездам посмотреть все вот это тоже сейчас что есть там в гнезде будем смотреть убирать смотреть убирать уже чистить говорю я покажу я обрабатывать буду очень тщательно очень капитально дай-ка дай кого-то нет вон они сидят какие они пугливые вон они двое ну вылезли сами я вот сейчас шел думал сейчас буду всех вытаскивать какие-то двое сами выпрыгнули ну да ладно вот она она забилась привыкнет родители хорошие самочка видите уже уже все ее уже не надо мучить хорошего в этом году сколько они нам дали так так первые выводок три или нет первый выводок 4 плюс 3 7 и плюс 5 12 ну 12 первый выводок 3 по-моему я вот не помню а 1 наверное 3 первый выводок мы продали первый выводок от всех забрали карел это вот третий выводок есть самочка это очень взрослая пара я когда покупал им было года 4 они у меня уже живут ну года 3 наверное 4 ну вот я говорю им лет 7 8 примерно вот не меньше и они дают вот таких замечательных пинцов вот они вот она это пара которая первые выводы которые она мне давала пинцов они вот здесь у меня вольере вот здесь состояла гнездо их ниже которые я сейчас убрал вот где эти баночки они дали первых пинцов которые а я еще еще эта самочка не сидела на первых яйцах я подумал что она бросила подложил волне она на последнем яйце села вывела пинца ты не съешь не съешь не сделал но я его оставлял вот я не помню вот здесь самец по моему не не а ну может быть ну первых пинца не обсыпали капитально потом потом я начал давать мне посоветовали дать минералки побольше разнообразнее начал давать минералку ну и вуаля у всех эти первых пинца тоже по моему чипали ну после того как на началась вот это вот это вся разно разнообразная подкормка минералы это вся дурная привычка у них прекратилась и никто никого не чипает ну птицы не так уж много сейчас я прям не могу вот на следующий год я сделаю десять пар и там можем мы все увидим я вот с этой стороны вот с этой стороны сейчас буду делать клетки наверное вот здесь вот здесь совсем по-другому сделать вольер он большой он огромный здесь вольер вот здесь я также сделан клетки дать им ну вот уже сколько уже восемь пар получится вот эту клетку мы уберем это с канарей чем вода трубы вот эта выхлопная выхлопная дымовая труба здесь клетки три наверно тоже нормально влезет кто-то у меня спрашивал про вентиляцию вот смотри вот видите вот дождя я ее забил она потому что здесь и не нужна видите а как она ну косой дождь видите через нее через нее он прошел хотя на ней крышка сверху защитный кожух я ее срезал когда делал клетками зимой она не нужна летом тем более окна открыты просто вентиляция была просто когда я строил я оставил по трубу отверстие вывел его в шифере в крыше и вот она вся вентиляция была ну мне она не нужна не знаю где-то там у кого-то чересчур заселенные шпичники там возможно надо будет вентиляции ну ладно все вот эта птица будет отдыхать ждем этих нижних нижние выводят все мы убираем надо будет сейчас надо будет у них тоже очистить клетки продезинфицировать ну клетка приличная большая можно даже их вот так чтобы они здесь ожилили чтобы не запутаться с ними так что такие дела тот залез в воду его надо выгнать с воды его в поилке видишь лежит воду обязательно меняйте чистая грязная мы вот за водой следим обязательно утром и вечером меняем воду вот он залез уже все вода грязная вода уже видите вот ногами ногами все вода уже такая все хорошо поилка вакуумная а грязь из глаз истерная влазь ну ладно всем пока спасибо за просмотр скорого видения